Жми на полу, лайкни меня, лайкни меня, лайкни, лайкни меня. В каждом человеке есть маленькая фабрика по исполнению желаний. Сначала они появляются в проекте, а затем для них подбираются детали. Чтобы механизм заработал, все материалы должны быть в достатке и гибкие, и прочные. Когда все готово, появляется шанс. Тот самый волшебный пендель, после которого ваше желание оживает. Очень много талантливых ребят и девочек, которые действительно поют на очень хорошем уровне. На очень большом, я бы даже сказал. И некоторые из них могут даже покорить мир в некотором смысле. Почему бы и нет? Голос, конечно, шанс. Действительно, это большой шанс в будущее. Полуфиналисты Сардор Милана и Михаил Житов из команды Полины Гагариной ждали свой шанс долгих пять лет. Добрый день, Житов Михаил, город Архангельск. 22 года. 23 года. Мне 24 года. 25 лет. С первого сезона я все пять раз пытался попасть на проект. Спасибо. Все понятно. Спасибо большое. Спасибо. 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 Здравствуйте. Меня зовут Сардор. История началась еще с первого сезона, когда я не прошел кастинг даже в Останкино. После второго меня прям захлестнула дикая депрессия. Жил я в пути, не суди. Спасибо. Спасибо. Как можно было так плохо спеть? Никогда я себе не прощу этого. Никогда. Во втором сезоне мне повезло. Я прошел кастинг в Останкино. Но так сложилось, что мое выступление было запланировано в третий день, и до меня не дошла очередь. И я автоматически перешел на третий сезон. В третьем сезоне я вышел на сцену слепых прослушиваний, но тогда на меня никто не повернулся. Если Сардор к третьему сезону хотя бы смог взобраться на нашу сцену, Мишу никак не хотели выпускать из песочницы. Год за годом он срезался на первом же туре, но продолжал штурмовать кастинг «Голоса». В четвертый раз вообще не расстроился. Просто не назвали моего имени. Я улыбнулся, всем пожелал удачи очень громко, развернулся и ушел. А на пятый абсолютно не парился. Я как-то вышел, спел, как будто уже в родной дом. Потом мы очень долго ждали ответа, и когда вышли, сказали, меня первым объявили. Сказали, что Житов, ну типа кто прошел? Житов прошел. Я такой... Ура! Когда люди идут к чему-то долго, они, во-первых, к этому по-другому относятся, они это больше ценят. Наверное, это играет только на пользу мальчикам. Возможно, не было во мне содержания. И именно вот эти вот поражения, они послужили импульсом того, что вот сейчас я из себя представляю. Я решил взять реванш и пришел на пятый сезон, и карты сложились очень удачно. Дело в том, что никогда не надо опускать руки. Они сделали очень правильные выводы, они работают над собой, они обвиняют всех вокруг. Были и такие, и таких огромное количество. Когда что-то не получается, проще всего сложить лапки. Ну, не судьба же, дескать. А можно сказать своей мечте, не отвертишься. Однажды она устанет сопротивляться и даст вам шанс. Вместе с Михаилом Житовым и с Ордором Милана в проект прошли 58 участников. По правилам проекта, каждый наставник может взять в свою команду 14 человек. Все, ребята, у меня комплект. Вау! И только Леонид Агутин хапнул себе 16. Ему достался дуэт братьев Хагба и Николь Кнаус, которая могла родить в любой момент. Николь девушка абсолютно уникальна. Она второй год штурмует голос, будучи глубоко беременной. В прошлом сезоне, когда до нее не дошла очередь на слепых прослушиваниях, она отправилась прямиком в роддом. В этот раз из-за своего положения она рисковала покинуть голос досрочно. Но снова упустить шанс участия в проекте она просто не могла. Вопросы сразу. Самый главный. Когда? Через месяц. Есть две вещи, которые отменить невозможно. Это роды и эфир на Первом канале. Изначально, когда меня взяли в проект, собственно, об этом и шла речь. Я считаю, что я как раз та самая пороховая бочка, которая в один момент, неизвестно, что с ней произойдет. Нет, я думаю, подвести-то я уж никак уж не смогу. Ну, то есть тут вопрос в том, что буду я рожать на сцене или не буду я рожать на сцене. Именно из-за этого мне было позволено взять 15-го участника, потому что Николь могла выбыть. Именно из-за этого было придумано трио с Николь Кнаус, потому что, если бы Николь не смогла продолжать участие, то это был бы дуэт. За несколько дней до родов Николь наравне со всеми пришла на репетицию баттлов. Давайте модуляцию сделаем на третьем куплете. На тоничку модуляцию. Потянем. У тебя там опора, давайте. У меня помощь, да, у меня двое, поэтому мне достается. Говоришь, ты живешь на опоре. Малыш сейчас затих. Как правило, говорят, что к родам малыши затихают. Собственно, живот опускается на нужную высоту, чистоту, если можно так сказать. И, собственно, уже все, готовимся к, собственно, моменту икс. Следующую репетицию Николь прогуляла, чтобы встретиться с отличным парнем по имени Даниэль. Спирь. Спирь. На выписку Николь из роддома пришли самые близкие. Муж, дочь, мама, Агутин и вся команда. А вот меня не позвали. Я это запомню. Поздравляю. Папа, где же ваши собаки? Ну, сейчас, подожди. Мама, мама, Биби. Папа, я не позвали. Ура! Браво. Все, пойдем садиться? Не знаю. Настоящий. Настоящий, да. Так, позерный телефон, друзья. Так. Уже через неделю Николь была на репетиции с готовым домашним заданием. Она вообще удивительная в этом смысле человек. Она так как-то легко все это проходит. Но довольно непростые для любой женщины, мне кажется, жизненные испытания, такие как роды. Но я был уверен, что Николь, в ней тоже есть бойцовские качества. И это очень важно. Вот она, замечательная, хрупкая, беременная при этом женщина, идет до конца. Вот это, на мой взгляд, такой ярчайший пример преданности тому делу, которому ты хочешь посвятить свою жизнь. Никогда не знаешь, в какой момент у тебя появится возможность воплотить свою мечту. Например, вы решите, что сейчас это совершенно не вовремя. Но второго шанса может и не быть. Всем привет! Это пятый сезон «Голоса». Страсти накаляются. У нас идет подготовка, репетиция к этапу поединки. Некоторые участники, попав в проект, думают, что на этом все самое сложное закончилось. Сыровато, честно говоря. Неуверенно, сыровато, не нагло, слишком академично. Это не годится. Тут такой должен быть небольшой отвяз в некотором смысле. Зачем это делать? Не надо этого делать. Это кабак сразу. Есть момент еще один. Пожалуйста, придержи коней. Сколько можно раз эти детки? У вас разные вибрации, понимаете? Ребят, ну как бы возьмите инициативу в свои руки в конце концов. Выпустите хотя бы вначале прямую ноту, чтобы услышали интервал чисто. Здесь можешь сделать один раз, три раза уже неинтересно. Три раза ты сделал, три раза с ошибкой. Тебе нечего там делать, давай эмоции. Независимо от степени готовности участников, батлы начинаются ровно в срок и выкашивают половину участников. Решение наставника команды. За исключением восьми спасенных, которым предоставляется второй шанс. Главное в любом тандеме хорошо понимать друг друга, как Торника Эквитеттиани и Влади Блайбер, чей номер, по мнению зрителей, стал самым ярким на этом этапе голоса. Помолимся за родителей, ангелам нашим хранителям. Помолимся и когда-нибудь помолятся дети за нас. Я рад, что мы это пели, эта песня, у нас есть общий знаменатель, и у Влади, у меня, у нас нету отцов. Помолимся и когда-нибудь помолятся дети за нас. Я как-то не сдержался, извиняюсь перед тем, кого, например, обидели там слезом или что-то. Ну, не смог сдержаться. Песня посвящается ему. Я так волновался за Торники, я думал, что он все-таки... Но до конца дотянул. Так выдыхал перед каждой фразой. Я хорошо знаю это ощущение. Ну, слушайте, подождите, мне эта салфетка нужна. Я еще уверен в том, что услышь сейчас Сосо Павлиашвили это исполнение, он бы тоже бы стал бы и аплодировал. Торники начал брать уроки вокала только после того, как прошел слепые прослушивания. Это единственный случай за все сезоны проекта. Тут я готовился к слепым прослушиваниям. Очень усердно и упорно. Что не помешало ему стать одним из самых популярных участников этого года. Ну, Торники, конечно, удивительный персонаж получился. Расскажи, пожалуйста, всем зрителям о том, как поменялась твоя жизнь. Про подписчиков я говорить не буду, потому что это плохо обошлось одной участницей. Точно. Про подписчиков. А как изменился твой директ после выступления в голосе? Пишут, поздравляют, всем спасибо. Ответить, к сожалению, всем не могу. Так что... А вот это вот история про то, что просят фото в трико прислать. Отсылаю каждому, кто такое просит. Так что следующее желание. Дорогие друзья, это был Торники Квитатиани. Если вы хотите от него фото в трико, просто напишите ему в директ. Это голос. Между победой в баттлах и нокаутах Торники, не слишком напрягаясь, стал чемпионом Москвы по вольной борьбе в своем весе. Водвойне рад, потому что это мои первые соревнования после операции. Я 8 месяцев не боролся нигде. Только вот недавно начал тренироваться. Но это сказалось, потому что как-то нехорошо себя чувствовал на ковре. Мне пока везет, что я за двумя зайцами гонюсь и пока двоих ловлю. Надо в конечном итоге что-то выбирать, я думаю, потому что совместить это невозможно. Вот послушай, ты сейчас вот сделал, это то самое место, где нужно действительно уже как-то уходить в голос. Вот этот вопрос задавал. Ну я понимаю, пройдет болезнь, возьмешь прекрасно все завтра. Торники, ну конечно, он имеет свой шарм. И вы знаете, против определенных вещей сложно что-то противопоставить, даже если проект называется «Голос». Редко, в принципе, можно встретить такой голос и такую подачу. Это все располагает. Придя в себя после баттлов, команды начинают готовиться к нокаутам. Отдельная часть работы наставников – режиссирование номера. Как будто не было меня, и не надо. Как будто не было меня. Я уже знаю, что это такое, с чем его едят, с чем нам подают голос. Вот, я очень довольна своей командой с самого начала в этом году. Все хорошие и талантливые музыканты. Но как-то какая-то другая атмосфера. Странно, но почему, не знаю. Но это так, атмосфера другая, и это видно, это передается через экран. Когда я первый раз пришел на «Голос», то есть прошлогодний, сезон, где довольно скептически относился ко всему этому процессу. Потом мне стало интересно. Естественно, теряешь там время, но это необходимый процесс. И необходимая такая реальность, потому что это серьезный, большой проект. Поэтому приходится тратить и время, и силы. Сам процесс мне стал интересен. По-настоящему интересен, действительно интересен. Только остается второго сезона, он мне еще более интересен. Нет, мне лично, например, вообще все, как это сделано, исполнено, вообще никакого вопроса нет. Совершенно практически. Я думаю, мне же не надо имитировать самого Фредди Бральпера здесь. Да послушай, мне кажется, не получится. Мне приходится думать о том, чтобы было, во-первых, интересно зрителям. Потом, чтобы было интересно нам. И, естественно, должна музыка подойти и понравиться каким-то образом самому исполнителю. Это прежде всего. Я тебя прошу очень, пожалуйста, поменьше всем корпусом туда обращайся. Потому что ты к зрителю спиной получаешься. Переживаю не только за участников, но и за свое реноме, конечно, тоже. Чего греха таить. Музыка не имеет границ, поэтому у нас на голосе дружба народов. Мы рады всем иностранцам, лишь бы пели хорошо. А там, как говорится, договоримся. Музыка не имеет границ, но и за счетом. Музыка не имеет границ, но и за счетом. Неожиданно. Для Уилли участие в проекте – большой шанс раскрутиться в России. Поэтому он несколько раз сдавал билеты, откладывая важную поездку домой, на Кубу. Уилли, у него, может быть, нет какого-то безумного диапазона, но в той тесситуре, в которой он находится, голос так выигрышно звучит. Он приятно очень поет, он умеет делать приятно. Ну как вообще, кубинец что? Кубинцы умеют делать приятно. Конечно, кубинцы, ну это ж почти русские. Перед нокаутами они все-таки нашли несколько дней, чтобы съездить к Уилли на родину. Субтитры создавал DimaTorzok Несмотря на все таланты Уилли, в какой-то момент ему пришлось исполнить последнее па в проекте. С Уилли очень тяжело расслабился, очень, я очень жалею, очень. Что сейчас мне нужно ему придумать какую-то песню, что-то с ним делать, какой-то опять номер. Очень жалею. Я просто заставлю сейчас Вилли сделать джентльменский ход и оставляю Елену. С каждым этапом промежутки между съемками становятся короче, а выбор сложнее. Ты это сделаешь потом, в конце. Хотя бы эхал вдалеке, а я искал, недавно выпавшим в снегу осколки лета. Субтитры создавал DimaTorzok Как думаешь, вот я тебя сейчас спрашиваю, мне интересно, как ты думаешь, тебе хотелось бы чуть-чуть переключиться и подышать? И как бы подумать, может быть, еще раз как-то собрать там внутри? Я согласен. Ну, мне не понравилось то, что я не могу как-то взять, попасть в ноты. Я пою прям, воздуха не хватает, думаю, ай, как высоко. Ну, потом наставник, спасибо ему за это. Дима меня прям вышли, мы на улицу, минут 10 побеседовали, он меня так настроил. А знаешь, как я тебе предлагаю? Как? А давай сначала просто сделаем, абсолютно снимем, как Меладзе? Есть, у нас еще целых три дня, чтобы подучить песню. Я думаю, все будет хорошо, потому что у меня все время было так плохо-плохо-плохо, а на сцене я прям все, у меня душа на... Ну, прям на износ. Результаты голосования. Кайрат Примбердиев становится полуфиналистом суперпроекта «Голос». В полуфинал от Димы Билана вышли два второшансника. Олег Кондраков, который прежде был в команде Григория Лепса, и бывший огутенец Кайрат Примбердиев. Олег Кондраков, который прожил в облако, где моя любимая, облако растаяло в небесной синеве. Это уникально для проекта, что спасенные, не те, которых сами тренеры отобрали, а спасенные ими в процессе уже, это значит, уволенные из какой-то команды, вот они, тем не менее, доходят до полуфинала. Это интересная очень такая тенденция, она мне очень нравится на самом деле. Спасибо проекту, приобрел очень много друзей, очень много опыта. Я подумал, а что же за несправедливость такая? Почему все вдруг прощаются со спасенными сразу же на следующей программе или через одну? Время пошло. Причем, если честно, я никак не противоречил себе. Ребята, они мне дали это ощущение, что они имеют право там находиться. Слышу, он еще романцы поет замечательно, он вообще разное делает. Какое у него вибрато там, Тина Тернерская. Я с Кыргызстана, с города Бишкек, там остались все родные. Мы здесь в Москве с супругой, сейчас до конца участия в конкурсе. Кайрат с детства знает цену возможностей. Я вырос, можно сказать, не в очень благополучной семье. Потому что мне когда было 8 месяцев, отца не стало. И мама нас одна растила. Нас вообще трое от отца. Ей сестренка, она моя племянница. Мы ее взяли, когда она была маленькой. 10 месяцев. Так что уже, да, с 15 лет я уже начал работать и понял, что такое, как находить хлеб. С друзьями иногда собирали алюминий, медь, всякие металлы, продавали. И все же в поисках средств к существованию Кайрат не похоронил свой талант. Ну, я с самого детства, на самом деле, очень любил петь. Очень интересовался музыкой. Правда, не было возможности где-то учиться. Дело в том, что он сейчас только учится, да, вот как бы на четвертом курсе. Но до этого, получается, он сам себя раскрывал. То есть его никто не учил. И вот это вот само природное, как бы, пение, не загнанное ни в какие рамки, как бы не учено никем. Вот именно это, мне кажется, и называется самородок, да? Сидите с победой! Незадолго до четверть финала семью Карата обокрали. У меня, получается, теща инвалид по слуху, она была в зале. И, получается, и ребенок был, но он уже спал, пока нас не было. Но они, наверное, уже были осведомлены о том, что у нас вот мама инвалид по слуху. И зашли в спальню через окно. Ну, бог им судья. В любом случае, самое главное, что мама не услышала шорохи и не пошла туда. Потому что, если бы пошла, ну, всякое бы могло произойти. Разница во времени между Москвой и Бишкеком три часа. Когда Кайрат выходит на сцену во время прямого эфира, его сын видит десятый сон. Поэтому, чтобы спеть сыну любимую песню на ночь, наш участник звонит ему в перерыв между прогоном и началом эфира. Машина едет далеко, далеко, далеко. Везет машина молоко, молоко. Крутятся колеса, машина едет. Молоко к ребятам скоро приедет. Ура, молоко! Ред! Убежит. А-а-а-а. Автобус. Я это ощущение не забыл. Я его постоянно себе напоминаю. Что такое приехать в большой город. Что такое надеяться на поддержку и помощь. И заглядывание людям в глаза. Всегда хотелось поддержки какой-то увидеть. Получить ее, потому что ее не было. Я смотрю сейчас, например, на людей, которые попадаются мне, по крайней мере, так было все эти годы, сезоны. И я вижу в них себя. И мне всегда хотелось помочь, поддержать. Вот этого меня, скромного, образно выражаясь, абстрактно, метафорически, в каждом человеке. Все наши наставники, да, и искрометные ведущие нашего проекта сделали себя сами. Без пап, мам, стартового капитала и связи. Поэтому мы знаем, как важен шанс. Такой шанс, как голос. Дима, конечно, я не знаю, иногда это даже больше, чем половина программы. Иногда это половина программы, иногда там 30-40%. Но без димы этой программы, мне кажется, существовать не может. Ох, как это было! Вот это нравится. Да, прямой эфир это по-другому. Цифры, которые вы видите за спиной участников, обратный отчет до погружения в прямой эфир. Волнительно. Очень. Пока вы спешно делаете себе бутерброды, отпевшие дожидаются своей участи на сцене. Эти туши Наша отняла у нашего стилиста. Своих у финалистки пока нет. Но я уверен, скоро у нее будет все, даже то, о чем другие могут только мечтать. Я приехала из города Зеленогорск, Красноярского края. Это Сибирь, далеко от Москвы. Приехала я в Москву три года назад. Я думаю, что у Даши большое будущее. Она поет очень по-взрослому. То есть так петь, ну, не знаю. Она поет, как человек с огромным опытом в окраине. Этот мир, что мы любим, кем ты так не любишь, постарайся вернуться. При этом она, когда спает Даши Нонова, у нее в глазах обмелькает такая искра, и так радостно, что она опа, получилась. Ну, конечно, получилась. Ты же это умеешь делать, да? Это очень так, всегда странно. Ты в этом видишь, что ты детская. Так в целом хорошо, и верхушки, и чтоб плотненькие, зацеплять их прямо. Сейчас вроде зацепило, и все нормально было. Ну, все, забираю минусы. А что, все, что ли, записали? Мы записали? Там типа раньше. Да? Да? Ну, ладно. Участие в проекте «Голос» Даша совмещает с учебой на третьем курсе школы-студии МХАТ. Свободного времени в театральном не бывает вообще. Уж я-то знаю. Сложно, да. И бывают как бы истерики иногда какие-то, ну, срывы такие небольшие, потому что, ну, человек не робот, он человек, он что-то чувствует, какие-то эмоции, и разные состояния бывают, и хочется и спать, и есть, и хочется там просто отвлечься. А ты не понимаешь, как. Вот у меня в последние дни вот такой. Я сейчас на репетиции не в полную силу работаю, потому что у меня защемление седалищного нерва недавно случилось. Но на спектакле я, конечно, буду в полную силу работать, потому что зритель не виноват. Будем работать в коле это безболивающее, буду плясать, танцевать. Все будет хорошо. Это очень невидимая. Мне нравится, как она играет, как она входит в образ. Она почти не играет. Это замечательное качество. Она почти ничего не делает. Она еле-еле нам показывает. Она почти не меняется. Но внутри в ней это есть. Это моя комната. Живу я в общежитии, школа-студии МХАТ. Небольшая экскурсия по комнате. Это моя кровать. Здесь Микки Маус. Плед с Микки Маусом, который я купила в Диснейленде, просто вот так вот выхватила, потому что я очень люблю Дисней. Это можно заметить, по-моему, в будильнику. Без поддержки мамы и близких мне людей здесь, в Москве. И тяжело. Да, тяжело. И приходилось плакать. И сейчас иногда плачу, когда какие-то трудности. И даже не трудности, когда вот просто все накопилось. И вот хочется кому-то, с кем-то этим поделиться, а никого как бы настолько понимающего нет. Да, все правильно. Трудноописуемое выражение беспомощности. Поэтому, если есть хоть какие-то 5-10 минут, я звоню маме, и мы с ней связываемся обязательно. И она знает обо всем, обо всем, что со мной происходит. Я вставала сегодня несколько раз. У меня будильник заведен был на кучу времени, начиная с 8 часов утра. Но начнем с того, насколько я легла. Как бы... Я легла в 7 утра, вот, потому что у меня в последнее время какая-то бессонница. Я не могу долго уснуть. Я тоже не спал перед первым в жизни прямым эфиром. Только мне было 40, ху-ху-ху-ху-ху. А Даши всего 20. Нас интересует итоговый результат. 112%. Полуфиналистом суперпроекта «Голос» становится Дарья Антонюк. Оценка наставника не всегда совпадает с мнением телезрителей. Сардор Милана 30. Это мнение Полины Гагариной. Совпадет ли оно с выбором всей страны? Узнаем прямо сейчас. Сардор Милана становится еще одним полуфиналистом суперпроекта. «Голос». Я иду не по течению, а тоже вопреки, потому что сначала один наставник от меня избавился, потом второй наставник предпочел другого участника мне. Но с помощью вас, дорогих телезрителей, все сложилось очень хорошо. У Сардора и до этого случались подножки от жизни. В детстве он был очень популярен в Казахстане. его сравнивали со знаменитым итальянским мальчиком с удивительным голосом Робертино Лоретти. Пока другие дети боялись пауков, трояков и тумаков, главным страхом Сардора была ломка голоса. Он просыпался и говорит, мама, у меня, кажется, началось. Что началось? Мутация голоса. Бежал к преподавателю со слезами на глазах. Я не знаю, почему он за это так переживал. Я переживал, что я стану простым. То есть, если я пел, я был мальчик с голосом, а тут я просто мальчик. Мне не хотелось быть просто мальчиком, потому что в математике у меня не было выдающихся способностей. Когда голос все-таки сломался, Сардор решил, что с вокалом покончено. Из трех октав в его арсенале осталось всего пять нот. Он заново начал учиться петь. Сейчас его диапазон три с половиной октавы. Привет всем! Меня зовут Миша Житович, участник голоса. Пять, через два дня у нас полуфинал. И у меня еще нет песни. Ха-а-а! Но это нормальное дело. А у меня все еще нет голоса. У кого нет песни, у кого нет голоса, и это голос. Это голос. Спир? Вот так никогда бы не смог спеть. Так же, как Александр Панайотов. Эти красивые рулады голосовые, эти льющийся голос, молодой, красивый голос. Участие в голосе Александра Панайотова вызвало большой резонанс. Чтобы решиться на этот шаг, ему пришлось отправить свою гордыню в дальнее путешествие. Меня зовут Александр Панайотов, город Москва. Вырос как? Да, да, вырос. Вырос, да? Годы идут. Голос дал очень многое. Это мое было такое возвращение не только на большую сцену, но и вообще возвращение к истокам. Потому что мне пришлось все обнулить, все, что было до этого. Ты парила в невесомости, ты искала берег свой. Творческие люди, они же сумасшедшие, понимаете? Им же нужно постоянно там, внимание какое-то. И у них есть какая-то своя гордыня, скажем так. И она очень мешает, очень мешает жизни. И она у меня была тоже. Я иду на взлет, Время подождет, начинай шоу. Я как-то себя неправильно ввел. Большого было о себе мнения какого-то. Так получилось, что меня перестали свать на большие концерты, меня перестали снимать на центральных каналах. У меня начались панические атаки. Страшно сказать. какое-то такое странное состояние, какое-то дно. И я призываю всех, кто может быть когда-нибудь окажется на моем месте. Таких, я думаю, немало людей. А никогда не идите на поводу своей гордыни, никогда не останавливайтесь. это все игра, игра вашего воспаленного мозга. И первично только сцена, музыка и искусство. С первого же выступления Саши на слепых прослушиваниях ему предрекали победу, но радоваться раньше времени он не спешил. Слишком часто такие предсказания были ошибочны. Мне очень много людей отговаривало, ты не должен этого делать. Ну, не знаю, вера в то, что как бы все должно стоять на свои места и как-то все должно разрешиться, у меня как-то она не пропадала, хотя были большие риски. Новый год стучится, всюду светятся одни. Несмотря на свой талант, Александр Панайотов никогда не был первым. Цифра два просто преследовала его. Я закрыл для себя в один момент вообще все конкурсные истории после моих попыток там пять раз попасть на Евровидение. Все время там второе место. И, конечно, хочется положить этому конец для себя просто хотя бы раз в жизнь. Ну, просто так, для галочки, наверное. Хотя бы ничего не иметь, никакого не иметь значения. Все эти номера, это все так же, как и все титулы. Ну, человек дошел до финала среди огромного количества участников, очень достойных участников. Поэтому я думаю, что победа уже как бы у него есть. В финале любой игры особенно остро чувствуется неповторимость момента. В одном шаге до финиша все, кто к нему приблизился, могут победить. Но только один станет первым. И победителем пятого сезона суперпроекта «Голос» становится Дарья Антонюк. Не поверите, об этом думал меньше всего. О победе. В смысле, вот моей личной. Вот. Но, скажу честно, в этом сезоне как никогда чувствовал, что она возможна. Именно из-за моей участницы, именно за Дашей. Я в шоке, в новогоднем, с Новым годом. Ну, я когда-то там представляла, думаю, ну, все, думаю, ну, когда-нибудь может быть там, мало ли. Но я же не думала, что это произойдет так быстро и что-то вообще произойдет и сейчас. Я позвонила маме, но мама взяла сегодня. Я думаю, что у Даши большое хорошее будущее. И этому я несказанно рад больше всего. Каждому из нас неоднократно дается шанс изменить свою жизнь. Рискуйте, не сдавайтесь. Если первые шаги не увенчались успехом, помните, что преграду преодолеет только тот, кто не боится летать. Просто не сдавайтесь. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова